Подсторожнее, это будущая пьеса. О чем пишешь? Дай посмотреть, пойдешься. Вот получше, Ром, успеет надоест. Что? Опять мне идет муза? Она капризна. Мне шишка на ее колпачке. Что, подошла? Машмакал? Никто не другой. О, ты находишься посередине, в самом ее сосредоточии. Право, я занимаю укромное место. В доме на Крутицкой подведены итоги литературного проекта, посвященного 450-летию Уильяма Шекспира. Авторский театр «Пророчество в рамках плеч» подготовил спектакль «Королевские слуги» по мотивам пьес английского драматурга. Это действительно микс из различных произведений Шекспира. Это спектакль о его жизни, о том, как он писал свои пьесы. Наша вариация его биографии от себя лично, потому что о Шекспире очень мало известно. И мы попытались поставить себя на его место и, глядя на его работы, немножко поимпровизировали. Личность Уильяма Шекспира – настоящая загадка для всего мира. До наших дней не сохранилось о нем ни одного подлинного документа, ни одного письма, ни одной рукописи пьесы. Светлана и Мария постарались хотя бы немного приоткрыть завесу тайны на гении литературы. Шекспир меняется в написании всех его произведений. И так как мы сами немножко писатели, мы можем понять его, то есть чуть-чуть, возможно, пускай столько веков прошло, мы разбираем его человеческое состояние, то, какой он был, когда он писал, и как это отражалось на нем самом. Его путь, как писателя пьес, как поэта, как на него повлияли его произведения. Шекспириада в доме на Крутицкой продолжалась целый год. Сотрудники отдела литературы на иностранных языках организовывали книжные выставки, литературные встречи, викторины. Участниками Шекспириады стали взрослые и дети. Мы предлагали нашим читателям викторины, анкеты о жизни, о творчестве Шекспира, проводили лекции, занятия, познавательно-игровые, публично читали произведения Шекспира. И уже на конец декабря наметили итоговое такое мероприятие. Во время встречи участники Шекспириады читали свои любимые сонеты и фрагменты пьес английского драматурга. Некоторые ребята прочитали произведения Шекспира на английском языке, потому как никакой, даже самый точный перевод не сравнится с оригиналом. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.